МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей в студии Татьяна Овчинникова. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях, которые произошли на этой неделе в Бавлинском районе и городе Бавлы. Смотрите сегодня. Сегодня организации и предприятия города привели в порядок закрепленные территории. Сохраним культуру вместе. Итоги республиканского семинара по сохранению чувашского фольклора в современных условиях. Красота своими руками. В музее проходит выставка губынского художника Якова Лукьяненко. Сегодня 26 предприятий города и района сажали новые саженцы деревьев на закрепленных территориях. В задачу всех организаций входила очистка территории от сорной травы и сухих деревьев, приведение участка в полный порядок и его облагораживание путем посадки молодых саженцев. Такие работы проходили сразу в четырех точках нашего города. В северо-западной части города вдоль дороги по направлению в Нюкустюм и по улице Мира. Облагораживание территории прошло во дворе дома номер 23 по улице Салиха Сайдашева, где в скором времени будет построена новая детская площадка. Большую работу провели работники молодежного центра совместно с пожарной частью. Недалеко от молодежного клуба «Ватан» посадили саженцы рябины, а возле обелиска в честь героев-победителей Великой Отечественной войне посадили елки высотой около двух метров. Более 15 деревьев вокруг монумента стали настоящим украшением. Сажали березу, рябину, местами липу и дубы. Всего же в этот день работники предприятия посадили около 300 саженцев. Татьяна Овчинникова, Руслан Шихудинов, Бабинское телевидение. На этой неделе детский сад номер 5 «Беликэш» собрал заведующих детских садов города и района для подписания соглашений с начальником районного отдела образования Региной Зверевой. Официально торжественное мероприятие, как любое другое, началось прослушивание гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Потом участников заведующих детских садов поприветствовали воспитанники детского сада «Беликэш». В рамках августовского совещания работников образования было подписано соглашение между Министерством образования и науки Республики Татарстан и муниципальным казенным учреждением отделом образования Павлинского района о взаимодействии при достижении планируемых значений и показателей для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. В связи с этим было рекомендовано и осуществлено в жизнь заключение такого рода соглашений с руководителями образовательных учреждений муниципальных районов. Сегодня ими стали заведующие детских садов Павлинского района. Всем желаю успехов! Предметом соглашения является повышение качества образования путем планируемых значений и оценки эффективности руководителей. В районе функционирует 25 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается 1900 детей на сегодняшний день. Муниципальную услугу оказывает около 600 работников дошкольных образовательных учреждений. В дошкольных образовательных учреждениях созданы все необходимые условия для воспитания и обучения детей и на двух государственных языках, и для повышения качества дошкольного образования. В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольных образовательных учреждений повышается и требование к предоставлению качества дошкольного образования. И, конечно же, это накладывает большую ответственность, потому что мы должны выпустить любознательного, активного, самостоятельного, интересующегося всем малыша через стены дошкольного образовательного учреждения. Все соглашения подписаны, поставлены печати, документы на руках. Теперь осталось только выполнить условия соглашения. Начальник образования Бавлинского муниципального района Регина Зверева выступила именно с таким заключительным словом. Уважаемые коллеги, сегодня действительно исторический момент, который мы сегодня закрепили печатями и подписями своими. Наша задача, дальнейшая задача на наш новый учебный год 2014-2015. С введением ФГОС и вступлением в силу закона образования с 1 сентября 2014 года дошкольное образование стало первым вступлением общего образования. Поэтому перед нами с вами стоит задача реализовать эти федеральные государственные образовательные стандарты, детские сады тоже. И все поставленные цели мы должны готовить с вами. А слова Ливана, Физгази, Бавлинское телевидение. В прошлом выпуске новостей мы уже упоминали о республиканском семинаре культработников на тему сохранения чувашской народной культуры в современных условиях, который проходил в нашем городе на протяжении двух дней. В первый день работникам культурно-досуговых учреждений республики преподали мастер-класс по разучиванию традиционных фольклорных чувашских песен. А во второй день семинара бавлинские культработники порадовали гостей показательным выступлением. По традиции желанных гостей на Васькинской земле встретили настоящим чувашским квасом, хлебом и солью. Кроме того, здесь собрались представители всех национальностей, которые радушно поприветствовали участников семинара. Рядом в задорном танце музыкальные номера исполнял фольклорный коллектив Дома культуры деревни Васькина. Да и встреча именно в этой деревне была назначена не случайно. Дом культуры был построен по республиканской программе и сдан под ключ в прошлом году. Как пример, что правительство республики также вносит свою лепту в сохранении и приумножении старых традиций и обрядов любой национальности. То есть созданы все самые современные условия. Что нужно сделать для того, чтобы чувашский фольклор сохранился? Ну, во-первых, вот эта ситуация сложилась не в один месяц и не в один год. Идет раскрутка мощнейшая. Не дать замедлить вот этому вращению. Трудно было начинать. Теперь не надо давать угаснуть вот это вот мероприятие саму процедуру развития дальнейшей нашей культуры. Ну, а на сцене гостей встретит глава Потапова-Тумбарлинского поселения Александр Келячков. В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов. Проживает 1328 человек населения. Проживают люди более 10 национальностей. Ну, село Баскино-Тумбарлин и Потапово-Тумбарлин всегда было и считалось чувашским селом. Чувашская культура богата и разнообразна, начиная от старых чувашских танцев, заканчивая обрядами. Важно, чтобы молодое поколение не утратило все эти знания. А поэтому в художественную самодеятельность необходимо завлекать и молодежь. С такими словами к культработникам республики обратился работник районного дома культуры Ильфат Галимзянов. Все мы знаем праздники Уяв, ну и все мы живем в Татарстане. И праздник народный Сабантуй. Вот если представить 50 лет тому назад, как Сабантуй проходил, наверняка он проходил совсем по-другому. Да не наверняка, а точно он проходил совсем по-другому. Сегодня он проходит совсем иначе, да? Но суть праздника осталась. И молодежь этот праздник знает. И знает, что это праздник клуга, что это народное гуляние, что это веселье. Но суть праздника мы не изменили. А если сегодня сделать такой же Сабантуй, как 50 лет назад, я думаю, ну завтра люди придут, а послезавтра уже, наверное, вряд ли. Но это действительно крикуши. Завлекайте молодежь, удачи вам во всей работе. Затем на сцене прошло показательное выступление фрагмента празднования Старого Чувашского праздника накануне Троицы Семек. Молодые девушки, которые по обычаям плели венки, собирали цветы и гадали на суженого. Поколение постарше пели народные песни, играли на инструментах, устраивали театрализованные представления, играли и, конечно, танцевали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Безусловно, сохранить национальный язык и культуру в современное время не так-то просто. Поэтому важно, чтобы каждый не забывал свои корни. И для того, чтобы сохранить накопленное предками веками, необходимо начинать в первую очередь себя, своей семьи и прямо сегодня. Татьяна Овчинникова, Руслан Шихудинов, БРТ. Красиво, но холодно. Тепло, но некрасиво. Северная мода. Мы знаем, как одеваться красиво и тепло. Раздяни платеж с выгодой. Честная рассрочка на 24 месяца без первого взноса и переплат. Переходите. 12 октября. ДК имени Мусы Джалиля. С 9 до 19 часов. 9 октября свой 90-летний юбилей отметила еще одна жительница нашего города, ударница коммунистического труда, ветеран войны, тыла и труда Надежда Кузьминична Куличкова. По традиции письмо с поздравлениями направил и президент Российской Федерации Владимир Путин. Надежда Куличкова родилась и выросла в деревне Кармалка. Это недалеко от деревни Фоминовка Бавлинского района в 1924 году. В крестьянской семье было 11 детей. Надежда Кузьминична самая младшая. Успела окончить лишь 4 класса, после чего стала работать в деревенском колхозе. Вспоминает, как работала на комбайне, когда ее и таких же молодых, как она, вызвали на работу в Казань на военный завод. Началась война. Нас послали за Казань в совхоз, палатки там были и заставили овес косить. Мы овес косили и оттуда убежали. Вши съели нас. Вся пушка блестела, вот как, домой. Шли лесом, не дорогой, лесом, лесом, наверное, километров, пятьсот, наверное, шли. Только до дома дошли, спим, утром коров выгоняет, говорят, кто из Казани убежал, опять требует назад. Я лежу на полу и слышу, ага. Я говорю, вот, как устали, вот тут все, черно, все болело под ногами. Кора как дубов была. Нас потребовали, мы были, поехали и замерзли между Васькиной и Наротлов. Нас всю ночь, я на коленках ходила, ноги отмерзли. Вот я ходить сейчас не могу. В годы войны мололи порох, делали тесто и пекли хлеб, ели траву, неохотно вспоминает Надежда Кузьминична. Поэтому и День Победы запомнился не особо. После войны молодая девушка возвращается в рабочий поселок Бавлы. Выходит замуж и у счастливой пары рождается двое детей. До самого заслуженного отдыха работала в системе НГДУ в цехе подземного ремонта скважин. Общий трудовой стаж именинницы 45 лет. Уважаемая Надежда Кузьминична, примите искреннее поздравление с юбилеем. Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны. Поднимали из руин разрушенные города и села. Своим самоотверженным трудом ковали богатство страны. Мы преклоняем перед вами головы и желаем вам здоровья, благополучия и всего самого-самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Надежда Куличкова гордится тем, что всего в своей жизни она добивалась сама. Своим упорством и трудолюбием всегда работала на совесть. Чему и сейчас она учит своих девятерых внуков и 17 правнуков. Вчера в Бавлинском краеведческом музее прошло открытие выставки бугульминского художника, члена Союза художников Республики Татарстан и Российской Федерации Якова Лукьяненко. Рисовать он начал с детства и вот уже на протяжении 50 лет Яков Яковлевич не перестает удивлять своего благодарного зрителя новыми творческими идеями. Разноплановость написанных картин Якова Лукьяненко удивили бы видавших виды профессионалов. Кажется, что все жизненные моменты самого автора запечатлены на холстах. Здесь и природа, и соборы, и деревни во все времена года. Особое внимание привлекают портретные работы. Каждая проникнута особым смыслом. Герои выражают радость и грусть, любовь, страсть и одиночество. Скажите, а вот ваша картина как рождаются? Там проснулись, поспали, что-то видели, эмоционально какая-то? Нет, это сам по себе такой процесс жизненный. Он возникает вдруг. Вот, где-то что-то подсмотрел, где-то что-то. Так, очень сильно посмотрел, изучил. Особенно пейзажи. Я вот буквально, когда привозил работу сюда, назад еду. Такой вид осенний, изумительный. У меня всегда на машине находится этюдник. Вот, и холстает. Я тут уже заворачиваю, пишу. Получается, три часа картина готова. Понимаете? Вот. А такие жанровые, сюжетные работы, это более сложный такой процесс. Понимаете? Тут уже и так жизненный опыт немножко. Картины Якова Лукьяненко, а их у него более тысячи, выставлялись в городах Москва, Пенза, Рязань, Ёшкар-Ала, Казань, Набережные Челны. И всегда вызывали особый интерес у зрителя. Бавлах Яков Яковлевич впервые показал свои работы в 90-х годах. Тогда он еще был занят своей основной профессией. Художник, летчик с 30-летним стажем. Работал в российской авиакомпании Аэрофлот. Хотя и рассказывает он об этом неохотно. Говорит, что его призвание – писать картины. Скажите, а вы как летчик, профессиональный летчик уже, сколько картин своих вы посвятили небу? Ну что-то о небу. Не хотел бы я этого говорить. Понимаете, это все в прошлом. Но эта тема, она настолько техноализированная, понимаете, что в живописи как-то не культивируется. Вот писать машины, писать самолеты и так далее – это как-то душа не требует. Душа требует какого-то интима, какого-то философского понимания окружающего мира. В музее представлено более 50 работ Якова Лукьяненко. Кстати, две его дочери также пишут картины и состоят в союзе художников. Пошли по стопам отца, а супруга относится с пониманием. Ведь творить своими руками и удивлять людей все новыми и новыми шедеврами дано не каждому. Это настоящий дар, который должна видеть широкая публика. Выставка картин Якова Лукьяненко продлится до конца этого месяца. Это были все новости выпуска. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятных выходных. До встречи! В субботу 11 октября будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночи плюс 7, днем плюс 10 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду. В воскресенье 12 октября погода обещает не измениться. Пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9, днем 7 градусов тепла. Ветер северный и слабый. В понедельник 13 октября будет также пасмурно, небольшой дождь. Температура ночи плюс 6, днем плюс 11 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова